Привет всем! Особенно привет всем, кто скучал по видео моей покупки из магазинчика Fixed Price. Сейчас я покажу, что я приобрела здесь из последнего. Была я там только вчера. Здесь, кстати, очень много всего тематического для Пасхи. Ну, или немного, достаточно, так скажем. Итак, если вам интересно посмотреть, что я приобрела, расскажу, зачем я это купила, на чем мне это нужно, то не переключайтесь. Я буду доставать по одной вещи из пакетика и немножечко про нее рассказывать. Итак, первое, что я купила, точнее, скорее, это Валера хотел купить. Это попкорн в карамели. Валера уже такой брал, ему он очень понравился. Кстати, многие даже из Мегдрителей нахвалили вот именно этот попкорн, что он очень сладкий, насыщенный, суперкрутой. Ну, в принципе, я не фанат попкорна, как бы нормально к нему отношусь. Ну, уж не знаю. Видимо и правда он очень зацепил, если Валера так его хотел взять. Следующее, что я купила, это была расчесочка, а именно это как массажка. Валера считается. Возможно, те, кто часто ходит в магазины, у нас косметическим видел, что в Ривгоше есть вот такие же. Понятное дело, что, скорее всего, это подделка, но, знаете, она настолько подделка, что не придерешься. Вот потому что я в Ривгоше смотрела эту расческу, она стоит в районе 500, по-моему, или 600 рублей, а может 450, не помню. Но она вот в точности такая же. Вот прям вот она. Как будто это она. И сочетание цветов, конечно же, голубой, нежно-розовый, это вообще просто мое. Я это очень люблю. Хочу в дополнение сказать, что в одном из моих видео прошлых, тоже покупки в Фикс Прайсе, я показывала расческу мятного цвета. Возможно, вы помните. Так вот, я пользуюсь ей по сей день, и меня она очень устраивает. Посмотрим, как будет это себя вести. Вообще, очень клевая она с виду, и очень приятные, мягенькие у нее чутиночки. Так, следующее, что я купила, это уже было на тему Пасхи, а именно две пачки салфеток. Одна пачка салфеток здесь яички, такие узорчатые по всей салфете предположенных. И вторая, она мятно-голубого длинного такого цвета. Здесь у нас лежат пять яичек ярких. Можно как положить на стол, там украсить, да, так и применить, я думаю, в краббукинг и в декупаж. Вот все в таком стиле. Следующим моим приобретением были маркеры, а именно набор. Здесь их шесть штук. Для всех поверхностей бумага, картон, стекло, пластик. Мне очень нужны были перманентные маркеры для DIY. В частности, мне сейчас совсем скоро они понадобятся. Я надеюсь, что они нормальные. Ничего больше сказать не могу. Вы напишите в комментариях, кто брал такие маркеры и как они вам вообще нравятся или нет. Следующим приобретением были пасхальные наклеечки. Надеюсь, вам не отсвечивают. Они очень нежного цвета. Вот это меня, конечно, подкупило. Я обожаю такие цвета. То есть здесь преимущественно розовый, нежно-зеленый, такой бананово-желтый, мятный, нежно-розовый, белый. И милый-милый цыпленочек в ярком яичке. По-моему, это просто прелесть наклеечки. У нас в России просто Пасху как-то немножечко празднуют часто. Как-то грустно, что ли. Я не знаю. Нет, это неправильное слово. Но, в общем, мало красок в этом празднике. Зачастую вот именно у нас в России. Поэтому вот почему бы не разбавить с такими наклейками себе эти праздничные дни. Мне кажется, что вот такие цвета действительно поднимают настроение. Так, следующее, что я купила, это было тоже к Пасхе. В общем, такой вот наборчик. Вот тут висит. Пасхальный набор фигурки птенцы и пасхальные яйца. Здесь они закутаны, так скажем, типа в травку зеленую. Вот здесь яички, тут птенчики. По-моему, очень милый набор. Конечно же, я купила его для DIY. Если бы я не снимала видео DIY различной рукоделия, то я бы все это не покупала, сразу говорю. Потому что, ну, я не знаю, я не могу сказать, что я там праздную, пасху, как-то. Это все в основном делается вот ради того, чтобы что-то снять, украсить красиво, сделать, показать какие-то примеры. Итак, следующее для покупки. Они, ну, одинаковые. Этот набор таких яичек, они пенопластовые, разноцветные и посыпанные глиттером. Очень классные. И хочу сделать из них гирлянду. Возможно, пусть и где-то посинее или около стола. Пока что не решила. Но, в общем, мне понравилось цветовое сочетание. Кстати, да, ставьте на это видео большой пальчик вверх. Вот, если вы хотите как можно скорее DIY по поводу Пасхи, либо, возможно, оформление комнаты. Ну, вот что-то в таком стиле. Так, ну, наверное, последнее пасхальное, что я приобрела в Fixed Price, это был вот такой набор яичек. Они как будто перепелиные с виду. Потому что, ну, с точечками с такими, да. То есть, оно как перепелиные. И здесь три цвета. Три цвета очень нежные, очень радуют прям глаз. Не знаю, цветовая гамма у меня вот просто сводит с ума. Вот если бы они были какие-нибудь красные, зеленые, там, синие обычно, я бы вот не купила. А вот эти вот цвета, ух, прям вот неженка такая, прям неженка. Поэтому я и взяла. Так, вроде по поводу Пасхи-то все. Смотрите, что я купила еще. И здесь очень много. Это трубочки для напитка, коктейльный. 150 штук набора. Вот угадайте, зачем. Ну, понятное дело, да, они мне пригодятся, когда я буду делать какие-нибудь, там, соки пить. Не знаю, водичку и прочее, прочее. Но смотрите, какие цвета. Зеленый, розовый, фиолетовый, голубой. И прям такие они... Мммм, сочненькие, красивые. Я не знаю. Вот я взяла этот набор. Ну, меня Валера такой смотрит. Так, следующее, что я приобрела, это были свечки. Их тоже я купила, конечно же, цвет цвета. Сейчас я вам вот так возьму руки, чтобы красивее вы не выглядели. Вот. Две розовенькие и две нежно-нежно-салатовые. Опять же, цвета. Опять же, цвета. Мне кажется, вот в этот раз всю закупку моего фикс-прайса, которая сделана, можно просто сфотографировать, на одной фотке все разложить. И это будет смотреться очень гармонично, привлекательно и прям будет радовать глаз. Эту вещь я купила, так как она нужна, ну, типа, в уходе за собой, там, в хозяйстве. Нет, в хозяйстве вряд ли, по уходу за собой. Ватные палочки. Купила набор 400 штук. Очень большой набор. Прям здесь битком, битком, битком. То есть, это, мне кажется, такой запас на долгое время. И, как бы, ватные палочки вещь-то нужная. Как для макияжа, так и, там, ну, для ушей, вы понимаете. Как где-то что-то подтереть на лице. В общем, нанести какое-то масло на брови, на ресницы. В общем, кто как применяет, вещь нужная. Это неоспоримый факт. И такой большой набор, это круто. Ну, и последнее, что я приобрела. Беру я, это уже, наверное, третий, а то и даже четвертый, пятый раз, не помню. Это маршмеллоу, вот эти, которые вам дам. Они продаются именно в фикс-прайсе. Возможно, где-то они есть помимо фикс-прайса. Напишите мне, если видели, я не знаю. Вот, но вот я беру их в фикс-прайсе. Это самые вкусные маршмеллоу, которые я когда-либо пробовала в своей жизни. Реально. Мне фикс-прайс не заплатили, чтобы я это сказала. Я сразу говорю, я это говорю вот именно от себя. Это обалденные маршмеллоу. Это реально самые лучшие. Они очень симпатичные и снаружи, но они вкусные. Так что я всем рекомендую вот эти маршмеллоу. Просто вот Натали рекомендует. Напишите, как вы относитесь к магазину фикс-прайс в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Напишите, что вы там чаще всего покупаете. Что вам у них нравится, что нет. Вообще, много ли у вас в городе магазинов фикс-прайс? Возможно, здесь есть девочки. Вообще, есть маленькие городов, у которых фикс-прайса нет. На этом я буду, наверное, заканчивать. Подписывайтесь на меня в инстаграм. Там я, Элма Фео. Всем очень рада. Также на влоговый канал. Ссылочка в описании этого видео. Ну и все. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!